На неделе индексацию заработных плат нефтяников Узеньмана и Газа и создание новых рабочих мест обсудила глава Казмана и Газ на встрече с руководителями профсоюзов. Ответы на свои вопросы получили представители трудовых коллективов Жанна Узеня. Встреча прошла в Акмолинской области и прежде всего говорили о том, что удалось сделать за год. Так, в сентябре стартовало строительство опреснительного завода. Это решит проблему дефицита питьевой воды. На этапе реализации появится 242 новые вакансии. А после ввода объекта в эксплуатацию постоянными останутся 116 рабочих мест. В 2026 году завершится строительство газоперерабатывающего завода в Жанна Узене. Масштабный проект позволит создать сотни рабочих мест как во время строительства, так и в период эксплуатации. Как я уже говорил, решается и самый главный вопрос, который волновал нефтяников. Наконец-то провели индексацию заработных плат. В единую систему оплаты труда были внесены изменения. Приняты меры и для обеспечения стабильной поставки электроэнергии в регион, что тоже немаловажно для казахстанских рабочих. Президент Абсармаса Бонча. По поручению президента мы приступили к расширению и магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. Работы завершат к концу года. Таким образом, жители Жанна Узена и всего Западного Казахстана по итогам двух проектов ежесуточно будут получать до 110 тысяч кубометров в сутки. Наравне с этим идет реализация образовательных проектов, благодаря которым дети нефтяников могут обучаться самым востребованным специальностям. В целом, по республике по проекту Жархун-Балашак финансируется образование почти 450 ребят. 100 подростков из Мангистауской области обучаются в школе-пансионате для одаренных детей сельской местности в Боровом. Годом ранее с коллегами мы поднимали вопрос по обеспечению стабильных поставок электроэнергии. Достигнуто соглашение, что в Мангистауской области построят гибридную электростанцию, которая будет работать за счет силы ветра, солнца и газа. Это исключит риски аварийных остановок на производстве.